С пятницы по воскресенье в Славутичо проходит турнир по футзалу среди девчонок 2006-2007 годов рождения и 2008-2009 годов рождения. Турнир международный, кроме украинских команд из Красиловки, Конотопа, Чернигово, Харькова, Городни и, конечно, Славутича, еще играет команда из Вильнюса, Литва. Фактическим матчем открытия турнира стала игра КДС США Олимп Славутич и команда из Конотопа Виктория. Конечно, требовать от 9-ти десятилетних девчонок красивых комбинаций, ударов в поворотах, ярких пасов, наверное, слишком оптимистично. В основном это борьба. И здесь стоит отметить нашу троечку, очень целеустремленная, физически крепкая девчонка и легкого нападающего номер 13. Опасные моменты были. Наши функционалистки атаковали больше и в 15-й минуте уже забили два гола. Правда, и пропустили один. Вот пропускали мы легко и благодаря ошибкам, а забивались трудом, прорываясь к воротам. У команды из Конотопа тоже был очень интересный живчик номер 15. К концу игры, после того, как Конотоп сравнял счет и он стал 2-2, у наших игроков даже получился прессинг. Могли вырвать победу, но матч так и закончился со счетом 2-2. Во время небольшого перерыва мы увидели будущих словуческих звезд, футзалисток, которым сейчас по 5-6 лет. И они делают только первые шаги в тренировочном процессе и разминки. Во втором матче турнира играли уже футзалистки поопытнее им по 12-13 лет. И уже хорошо понимающие слово пас, удар и комбинация. На тренировке перед матчем команда Тесла из Харькова выглядела вполне впечатляюще. Так что наш тренер в начале тайма рекомендовал играть от обороны. Но игра показала, что харьковчанки не такие уж и технично сильные игроки. К третьей минуте мы забиваем гол. И вот что приятно, так это коллективная радость. Более старшие игроки забивают мячи и особо уже не празднуют. В общем, во второй половине тайма наши футзалистки стали играть уже поувереннее. И если бы не вратарь Теслы, она оказалась лучшим игроком этого матча, то, конечно, счет уже в первом тайме был бы достаточно крупным. Хотя к девятой минуте наши игроки уже забили и второй мяч. Несколько раз харьковчанок выручала штанга, но в 14-й минуте уже не выручил ни вратарь, ни штанга. Счет после первого тайма стал 3-0. Матч в общей сложности закончился со счетом 5-1. Победа КДЮ США Олимп и Слаучище. Так что у слаучических футболистов 75-процентный результат. Это две игры, одна победа и одна ничья. Финальная часть турнира пройдет в воскресенье утром, так что у вас еще есть возможность посмотреть на будущих звезд футзала, если вы придете в Олимпийц. Ну, скажем так, часов 9 утра. Подробнее о турнире на следующей неделе. В новостях в среду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!